Ханука Самех. Счастливый, веселый Хануки. И в связи с этим светлым праздником хочется прояснить, пролить свет на один, мне кажется, очень важный принципиальный аспект, который мне видится в этом празднике. Дело в том, что если исторически вспомнить, однажды мне еще в синагоге в Саратове, несколько лет 17-18 назад, где-то так примерно, один из стариков задал вопрос, а почему евреи не празднуют День Победы? Почему мы не празднуем, не делаем 9 мая специальным еврейским праздником? Я тогда не знал, что ответить. И сейчас уже ведутся работы на эту тему, да, и уже действительно есть постановление Равината, что 9 мая считается, 8 мая здесь в Израиле считается еврейским религиозным праздником. Но на самом деле вопрос ставится в силе, потому что это обсуждалось и в кругах намного раньше, так сказать, сделать специальный пост о жертвах погибших людей, погибших катастрофе. Хазаниш сказал, что не нужно этого делать. Почему не нужно? Вы спросите, а как это связано с Ханкой? Сейчас поясню. Так вот, там, на месте, в синагоге, я тогда был там совсем молодым человеком, еще до этого даже не учился в Ешиве, и действительно не знал, что ответить. Там был раввин на тот момент, который был в Саратове, и он сказал, а у нас на самом деле все заложено и так в праздниках. И я тогда не понял. Он говорит, хану кайпурим, это и есть День Победы. Тогда я это услышал, и мне как-то эта мысль запала, и со временем она мне прям очень-очень нравится. Я сейчас вам объясню, почему. Что в этой мысли как бы есть такого особенного? То есть, хану кайпурим не выпадают по датам на 9 мая, и не выпадают по датам на День Освобождения Освенцима, например, и не выпадают по датам на какие-то другие дни. То есть, по датам действительно это не отмечание того же самого дня. Мы не отмечаем как бы тот же самый день. Но концептуально, очень интересный момент, в хану кайпурим концептуально есть два момента, которые мы празднуем. В хану кайпурим мы празднуем победу над нашими духовными врагами, которые пытаются уничтожить нас как духовный факт, который борется против Торы и ее носителей. То есть, мы празднуем победу над греками, которые хотели уничтожить Тору и ее изучающих. И в Пуре мы празднуем победу над Амалеком, который хотел уничтожить евреев как факт, как нацию, как расу, как просто вот как этнос. И вот эти два фактора, они мудрецами внесены в еврейский календарь. И все наши ненавистники, они делятся либо тех, которые нас ненавидят животной ненавистью и хотят нас уничтожить просто как факт, либо тем, которым не нравится наш подход к жизни, наше мировоззрение, наше отношение, наша философия, наше понимание мира. То есть, они борются против Торы. Это вот два, две группы наших врагов. И Ханука мы побеждаем тех, которые хотят нас уничтожить как духовность, а в Пуре мы тех, которые борются с нами как с физическим явлением. И поэтому становится актуально, мы говорим, что благодарность в каждом поколении, так сказать, заново. Вроде бы уже Ханука произошла, я не знаю, много, две тысячи лет назад практически, да? За 200 лет до разрешения храма было чудо Хануки. Уже все, уже фактор влияния уже давно прошел. Что мы празднуем? Наоборот. Мы празднуем ту силу, которую Всевышний вложил в историю и показал нам, что даже в момент сокрытия лица он остается с нами и даст нам возможность даже в изгнаниях побеждать наших духовных врагов. И то же самое в Пуре. Даже в момент изгнания в Вавилон, когда мы были в изгнании, все равно в момент изгнания, сокрытия лица, эстер, сокрытия лица, мы все равно побеждаем наших и физических врагов тоже. Это когда Юлиус Штрайхер сходил на Ишафот в 1946 году, после Нюрнбергского процесса, он это сказал у евреев Пурим 1946 года. А он был директором, начальником этого журнала «Штрюмер», как он там назывался, пропагандистского журнала нацистов. Он точно знал, что они, амаликитяне эти, они оттуда, они из Пурима. Поэтому он сказал, что у них все равно, когда вешают вот этих 10 нацистских представителей, это Пурим. То есть он это понимал. Я хочу сказать, что Ханука, на самом деле, она относится к евреям из бывшего СССР особенным образом. Потому что в СССР, хотя Сталин и хотел провести тоже акцию по уничтожению евреев в 1953 году, но война основная велась с нашей духовностью. То есть евсекция, которая состояла из евреев, и вот все боролось с торой. Не боролись, можно было, как бы, был антисемитизм, там, не принимали в институты, в университеты, срезали на Мехмат, как многих моих друзей, так сказать, которые на Мехмат МГУ пытались поступить и не могли поступить. В мое время это было уже легче, да, уже было проще поступить. Но все равно мою сестру срезали несколько раз в Саратовском медицинском институте, да, тоже, так сказать, это все было, да. Но основная борьба была не так с евреем, как с человеком, а как с вот этой вот нашей духовностью, да. И рабыцкий зибер говорил, что они добились, да. Они уничтожали, уничтожали, уничтожали. А сейчас, если раньше мы преподавали на идущи, то я сейчас преподаю вам на русском. Да, то есть тем самым, как бы мы, чем, как мы победили, да. Раньше они не давали, они хотели, чтобы молодежь знала идыш, да. Так Рабобром Миллер в Москве, в Московской хронической синагоге давал уроки на идыш, пока были агенты КГБ, а потом, значит, переходил на русский язык, когда они, когда он понимал, что можно это сделать. И сейчас есть огромное движение преподавания Тора на русском языке. То есть Сталин и все те, кто были, так сказать, в этом движении, хотели уничтожить изучение Торы, поэтому не давали учить идыш, не давали, закрывали хейдеры. Всевышний сделал так, что все наоборот. Все это учится на русском языке, есть куча изданий книг. И поэтому Ханука – это особый праздник, который для нас, для евреев из СССР, как бы очень актуален. Написано, что в этот день, как в этот день, то есть освобождение, как было тогда, так оно и в этот день. То есть мнение, что это как белый день, так же ясен, как белый день, так же было освобождение ясно. И так чудо было ясно. Но мы хотим пойти по этому, понимать, что как в тот день Всевышний освободил нас, мы видим, что и в эти дни Всевышний нам помогает и дает нам избавление, дает нам возможность победить наших врагов. и стоит это отпраздновать в Хануку. В нее вложены все силы нашей духовности, так же, как в Пурим все наши физические силы. Вот это то, что я хотел бы сказать вам в связи с Ханукой. Еще раз, Ханука Самеах, тогда, может быть, вам будет проще и радостнее благодарить Всевышнего в этот светлый праздник, потому что к нам он непосредственно относится. Спасибо.